Итоги уходящей среды подводят наши корреспонденты и я, Дмитрий Овчаренко. Смотрите сейчас. Скоро в школу. Многодетным семь начали выплачивать материальную помощь к новому учебному году. Уже произведена выплата материальной помощи 1482 семьи. Что для этого нужно? Навес золота. Правоохранители не дали сгонить в поле новому урожаю. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Кто ответит за халатность? Без спорта никуда. В Бобруйске открылся международный турнир по хоккею с шайбой. Сколько команд борется за победу? А также упрощение ведения бизнеса. Рекордные показатели и лесом едины. Белкопсоюз расширяет линейку принимаемых видов продукции. Что почем? Кооперационные связи. Бобруйск посетила делегации из Пензенской области. Цель визита – встреча с руководством города, обсуждение перспективных направлений развития сотрудничества, знакомство с мощностями предприятий. Представители российского региона познакомились с производством сельхозтехники Бобруйск-Агромаша и БЗДДА. В планах закупить сейлки, трактор для уборки листвы и снега, пресс-подборщики, культиваторы и навесное оборудование. Тут прямой интерес закупать продукцию, использовать ее в нашем сельском хозяйстве. У нас область в этом плане достаточно развита. Порядка трех миллионов тонн только зерновых мы ежегодно собираем. Прекрасное производство, отлаженные бизнес-процессы. То есть видно, что компания надежная, исполнится обязательно в срок и качественно. В текущем году, да и в прошлый год мы видим значительный рост внешнего товарооборота. И в целом с Российской Федерацией, в том числе с отдельными регионами. Мы стараемся показать наш промышленный потенциал для того, чтобы еще больше укрепить внешнеэкономическое сотрудничество. Могилевская и Пензенская области во многом похожи. С точки зрения площади, численности населения, а самое главное – структуры экономики. По итогам 2022-го товарооборот между регионами увеличился на 36% и достиг 611 миллионов российских рублей. Почти тонну зерна спасли правоохранители в Чериковском районе. При отработке агропредприятий в период уборочный участковый инспектор обнаружил в поле отходы очистки ячменя. После осмотра стало понятно – процентное соотношение зерна к мусору превышает нормативы. После повторной очистки более двух тонн смеси получилось почти 700 килограмм ячменя, пригодного к использованию. Зерно возвращено в хозяйство. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Правомерность выпуска техники и работников на линию – условия для хранения товарно-материальных ценностей, обеспечения целостности урожая. АПК в период страды под особым контролем правоохранителей. Полтора миллиона пассажиров, расширение линейки закупки и пора платить по счетам. Министерство по налогам и сборам начинает отправлять уведомления об оплате сборов. Громкие заголовки дня. Далее в специальном обзоре. Министерство экономики анонсирует законодательное послабление для малых предприятий с численностью работников до 50 человек. Ведомство рассчитывает, мера поспособствует масштабированию бизнеса. Законодательные поправки предполагают, что субъекты среднего предпринимательства смогут получать Госфинподдержку на безвозвратной основе в виде грантов. Убл. и сполкома уже заявили о готовности выделять финансирование под коммерческие проекты. Министерством по налогам и сборам начата работа по направлению извещений на уплату физлицами транспортного, земельного и налога на недвижимость, в которых отражена детальная информация. Уплата сборов не позднее 15 ноября. Информация о контактных телефонах для получения консультаций на официальном сайте МНС. Полтора миллиона пассажиров перевезла БЖД с начала года. Это почти на 6,5% больше, чем годом ранее. В ТОПе Москва и Санкт-Петербург. Еженедельно между странами курсируют 150 поездов. Открыто сообщение в направлении Адлера, Калининграда, Архангельска, Мурманска, Анапа и Самары. Грецкие орехи, арбузы, фасоль. Белкопсоюз расширяет линейку принимаемых видов продукции. Это первоисточник получения сырья для реализации в розничной сети в свежем виде, для переработки, а также на экспорт. К слову, если раньше бахчевые выращивались только в южных районах Бресской области, то сейчас ареал их обитания распространился и на Гродненскую. Объем закупаемого растения вырос с 800 до 1200 тонн. Боксеры, гимнасты, гонбалисты и дзюдоисты в национальном аэропорту Минск в среду начали встречать спортсменов, которые приехали для участия в соревнованиях вторых игр стран СНГ. Белорусскую столицу уже прибыли делегации Узбекистана, Туркменистана, Казахстана, Таджикистана. В воздушной гавани атлетов приветствуют волонтеры. На форму рюкзак и тетрадки в стране начали выплачивать материальную помощь к новому учебному году. Свыше 26 миллионов наказания поддержки запланировано в местных бюджетах. Всего единовременную матпомощь получат более 240 тысяч школьников и 115 тысяч многодетных семей. Размер выплаты на каждого ребенка 30% бюджета прожиточного минимума в денежном эквиваленте это 109 рублей. Данная помощь не предоставляется детям, обучающимся в профессионально-технических, высших и средне-специальных учебных заведениях, а также детям, находящимся на государственном обеспечении. В настоящее время управлением уже произведена выплата материальной помощи 1482 семьям, в которых воспитывается более 2,5 тысяч школьников. За предоставлением матпомощи необходимо обратиться в учреждение образования. В портфеле документов – паспорт удостоверения многодетной семьи, выписка из Беларусьбанка об открытии базового счета. 93-я годовщина. В Бобруске отметили День десантников и сил специальных операций. Торжественный митинг традиционно прошел на площади Победы. Сослуживцы возложили цветы и венки к танку на могиле генерала Бахарова. После колонна прошагала к памятнику воинам-интернационалистам, чтобы вспомнить всех, кто не вернулся с войны в Афганистане. Строй направился и к братской могиле на Минской. Крепкого здоровья, братья, вам, вашим семьям, родным и близким. И главное, чтобы мир был над головой, а все зависит от нас. Особенно приятно то, что осталось немножко до 80-летия Победы на Курской дуге, которая положила коренной перелом в ходе войны. Ну а белорусы подтвердили, освобождая свою республику дальше, бывшие союзные республики и, конечно же, разгромили фашистов. В Беларуси традиции ВДВ продолжают силы специальных операций. От борьбы с террористами до миротворческих миссий в зоне вооруженных конфликтов. Самую опасную и сложную работу берут на себя именно ССО. В воздухе, на земле и даже под водой. Это элита армии, всегда в авангарде. Болеем за наших. В Бобруске стартовал международный турнир по хоккей с шайбой на призы председателя Горисполкома. За победу борются четыре команды из России и Белоруссии. Елизавета Липеева о спортивном азарте. Долгожданное событие. Накануне в Бобруйской арене открылся турнир между командами молодежной хоккейной лиги на призы председателя Горисполкома. Участие в состязании – бесценный опыт для каждого спортсмена. Перед началом игры – символическое вбрасывание шайбы. Отрадно то, что мы после четырехлетнего перерыва открываем этот турнир. Участвуют четыре команды, три российской команды, ну и, конечно, наша «Динамошинник». Мы очень рады то, что ребята отозвались и приехали к нам в гости. На вечерней игре бобруйчане вышли на лед в обновленном составе. К команде присоединились новые игроки, которым еще предстоит показать себя. Игра началась бодро. Счет открыли гости. На пятой минуте игры капитан команды забросил шайбу в ворота бобруйчан. «Динамо болеет с четырех лет. Еще когда папа отвел первый раз на хоккей, тогда понял, что не пропущу больше ни одного матча «Динамо». Очень рад, что «Динамо» в этом году очень вернулась в бобруйчан. Пришли всем семейством поболеть за нашу команду. Мы надеемся, что они выиграют сегодня и в последующие дни. Кубок останется наш. И в сезоне они тоже себя покажут на высоте». Техничное владение шайбой, точные передачи и броски. В напряженной борьбе вырвать победу из-под клюшки гостей так и не удалось. Победу одержали лисы со счетом 4-2. «У нас трое у нас на турнир боевой. Мы хотим выиграть. По игре могу сказать одно, что нам надо прибавлять, создавать еще больше моментов, больше бросать и стараться реализовывать их. Я думаю, если у нас получится, мы выиграем». Заключительные спортивные баталии пройдут 3-го числа. В 13 часов на льду встретятся стальные лица «Магнитогорск» и «Московские крылья советов». В 18 часов сразятся «Динамо» «Шинник» и «Тайфун» из Владивостока. Билеты можно приобрести в кассе «Бобруйск-арены». Стоимость 2-3 рубля. Фан-сектор «Детский» до 14 лет обойдется всего в один. Елизавета Липеева, Максим Галеонко, «Бобруйск-360». Сразу после нас сирена. Моя коллега Кристина Ариан с обзором криминальных новостей недели. Не пропустите, это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»